Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня поговорим про группу Testament. Пройдемся по дискографии и посмотрим, как менялось звучание группы на протяжении всей карьеры. И, конечно же, поговорим про альбом 2020 года Titan of Creation. Давайте начнем видео. Testament это тот самый случай, когда придраться абсолютно не к чему. У группы просто нет слабых мест. По-моему, нет ни одного рифа, который бы Testament не написали. Все соло четко структурированы и звучат очень сильно, органично вписываясь в треки. Testament начали свой путь в 1982 году. У руля стояли двоюродные братья Эрик Питерсон и Дерек Рамирес. Я так понял, что Рамирес был гитаристом-вокалистом. И когда его заменил Алекс Сколник, то пришлось искать в группу новый вокал. Выбор пал на немалоизвестного Стива Сузу. Суза засветился только в четырехпесенном демо в 1984 году. После чего свалил в Эксодус, заменив Пола Беллофа. И как показала история, это был не самый правильный выбор для Сузы. Однако на место вокалиста в Testament он привел своего друга Чака Билли. Подача Чака очень сильно похожа на подачу Сузы. Однако голос Стива выше. Так что я считаю, что все оказались на своих местах. Да, кстати, в то время группа называлась Legacy. Но из-за того, что с таким названием уже существовал джаз-бенд, группа переименовалась в Testament. А первый альбом, вышедший в 1987 году, так и называется The Legacy. После первой минуты прослушивания привыкаешь к саунду, который, кстати, и так очень неплох, и просто погружаешься в атмосферу зубодробительного эталонного трэша. Здесь великолепно все. И структура риффов, и структура самих песен. Соло-партии это заигрывание с неоклассикой. Но они так классно вписываются в треки, что их чрезмерная мелодичность только добавляет кайфа от прослушивания. Отличная работа вокала, безумно крутое сочетание гитарных партий, работа ритм-секции, все на высоте. Альбом 1988 года The New Order продолжает музыкальную тему дебютника. Однако музыканты сделали все, чтобы второй альбом звучал еще круче, еще лучше и еще интереснее. Мое мнение такое. Первые два альбома Testament это эталон классического трэш-металла. Я считаю, что настоящий классический трэш, без всяких прибавок типа Техникова или Прогрессив, должны звучать именно так. Мощно и бескомпромиссно. Хочется отметить Чака Билли. Что там, Беладон на вантрак споет? Чак делает двойную работу. У него отлично звучат и прямо давят стеной те места, где текст чуть ли не проговаривается. И все распевные элементы взяты в лучших традициях сладкоголосых хэви-металистов. При этом все исполнено в рамках жанра, без перегибов. В третьем альбоме заметно снизилась скорость треков. Вокал стал более классическо-роковым. Больше внимания стала акцентировать на себя ритм-секция, особенно бас-гитара. По идее, при снижении скорости должна вырасти тяжие звучания. Но с Testament это так не сработало. Возможно, дело в сведении. Хотя мне кажется, и это только мое мнение, что из-за облегчения вокальных партий просела общая плотность альбома. А возможно, о себе дал знать совместный тур с Anthrax. Ну, хоть интеграции рэпа в музыку не было, как у Язвы. И на том спасибо. В целом, альбом очень достойный, и я с удовольствием его слушаю. По подаче и интонации это по-прежнему Testament. В альбоме Souls Black 90-го года вернулась скорость, и выросла плотность звучания в сравнении с предыдущей пластинкой. Очень крутая работа, слушается на одном дыхании, как, в принципе, и все творчество Testament. А вот на альбоме Ritual 92-го года звучание сместилось в сторону Hard and Heavy. Вокал стал менее напряженным. И я не понимаю, как, изменяя стилистические элементы, группа не перестает звучать так же круто, как на тех пластинках, которые меня зацепили. Все альбомы с 90-х, Low, Demonic, Gatring, несмотря на заметное влияние альтернативы и грува, звучит очень и очень достойно. Как уже не раз говорилось, в 90-е многим металлическим группам пришлось нелегко. Группы пытались экспериментировать, остаться на плаву и привлечь новую аудиторию. Но по факту не сработали ни там, ни там. В случае с Testament я считаю, что направление в развитии было выбрано крайне верно. Вокал стал более брутальным, практически гроулинг. Рискну предположить, что дедметал тогда имел большую популярность в мейнстриме, нежели трэш из 80-х. А что касается альтернативных и грув в металлических элементах в музыке, то они как-то не акцентируют на себе внимание. Слышно, что треки построены не на них, это по-прежнему тяжелая рифовая музыка. Есть в этот период и баллады, например, обалденные Trail of Tears и наимощнейшее мясо Legions of Death. Единственный альбом, который прошел мимо меня, это альбом 2008 года, The Formation of Them Nation. Как-то не сильно запомнился и на фоне остальных альбомов потерялся. Но в 2012-м Testament вернулись с Dark Roots of Yorff и просто сорвали мне башню. Это тот самый классический трэш, которого мне так не хватало. Он один для меня круче, чем весь тевтонский трэш-метал вместе взятый. Это Exodus на максималках? Я считаю, что Dark Roots of Yorff это лучший альбом за всю историю трэша. В нем прекрасно абсолютно все. Рифы, соло, вокал, ритм-секция. И при этом альбом звучит современно, как в плане саунда, так и в плане подачи материала. Brotherhood of Snake 2016-го звучит тоже очень круто. Однако сам материал мне показался чуть более прогрессивным. Хотя, на самом деле, он не сильно уступает альбому 2012-го года. И, конечно же, мы не можем обойти стороной свежий альбом 2020-го года. Titans of Creation. Здесь все в лучших традициях Testament. Как и в 2012-м году, классический трэш в современной упаковке. Слабых мест в альбоме нет. И тут даже добавить нечего. Слушать всем обязательно. Напоследок хочу сказать, что, наверное, большего удовольствия, чем от Testament, при прослушивании трэш-металла я никогда не испытывал. Для меня это лучшая группа, работающая в жанре классического трэш-металла. Я тут очень сильно расхвалил Testament, поэтому очевидно, что мое мнение может отличаться от вашего. Поэтому ваше мнение обязательно напишите в комментариях. На этом, пожалуй, все. Хочу сказать спасибо всем тем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока!